Сегодня в выпуске. Калиновская школа-интернат номер 4 открыла свои двери для своих учеников. В Горловке производятся выплаты инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам с детства, а также семьям, потерявшим кормильца. Торжественное мероприятие ко дню учителя. О горловчанах, которые в нелегкое для Горловки время находились в городе. Приехав в школу-интернат номер 4, мы пообщались с директором Топинской Ольгой Ивановной. Она поведала о начале учебного года и о помощи, благодаря которой учебный год для школы-интерната номер 4 смог начаться. Каждый учебный год отличается друг от друга. Бывает кардинально, бывает не очень. В этом году, как известно, у нас задержалось начало учебного года, и вчера произвенел первый звонок. Учеников в школе по списку 142. К занятиям приступили еще не все. Большинство наших детей проживают в удаленных поселках, в районах города, в удаленных районах. И не каждый еще может добраться или вернуться даже с соседних городов. Поэтому на данный момент у нас в школе всего лишь 80 учеников. В связи с изменением в экономической ситуации города, питание осуществляется за счет депутатов Народной Республики Валерия Васильевича и Владимира Александровича. Это впервые в нашей практике, поэтому налаживаем заново работу. Не могу сказать, что это легко, но благодаря этому мы смогли открыть школу вчера, начать занятия. У нас уже 80 детей ночевало. Потому что особенности нашего учреждения зависят от того, что у нас дети круглосуточного пребывания. Они учатся, живут на территории всего города, возвращаться домой им нет возможности. Поэтому они здесь проживают с понедельника по пятницу. В связи с этим, естественно, они нуждаются в полноценном питании. Это не тот родительский ребенок, который пришел что-то, перекусил булочкой и чаем в школе, а потом пошел домой, доел. В любом случае растущие организмы требуют внимания. Благодаря спонсорской помощи у нас вчера было организовано питание. Мы организовали трехразовое питание. Дети остались довольны. Коллектив столовой у нас очень добросовестный, хорошо относящийся и умеющий приготовить. Вчера и сегодня я целый день дежурила в столовой. Никаких нареканий на еду нет. Ну а сейчас мы можем посмотреть это как-то по-настоящему. После разговора с Ольгой Ивановной она провела экскурсию для нашей съемочной группы. Нам удалось пообщаться с детишками, с работниками столовой и библиотеки. В библиотеке мы узнали, что у учебного заведения нет проблем с учебниками. Но после посещения столовой оказалось, что крыша школы-интерната нуждается в срочном ремонте. Пользуясь возможностью, директор обратилась к редакции нашего канала, чтобы мы помогли донести ее просьбы до общественности. Уважаемые предприниматели, если у вас есть возможность помочь нашему интернату, то обращайтесь к директору школы-интерната номер 4 Топинской Ольге Ивановне по телефону 093-520-19-30. Вот классная комната. Тут занятия как раз. Можно как раз. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Как ваши дела? Нормально. Нормально это как? Хорошо. А что вы едете в столовой? Кашу, суп и? Клеп. К котлету. К котлету вы были, да? Да. А, наверное, не вкусно было? Кусно. Кусно. Это же хорошо. Кусно. Всем хватило? Добавочки просели? Да. Кусно или хорошо? Да. Все свиты? Да. Так. А куда вы сейчас собираетесь? На улице. На улице. Ну, мне здесь все очень нравится. Хорошо учат учителя. Нас тут и любят. Кормят хорошо. Мой самый любимый кружок – это на танцы ходить. Там мы танцуем. Красивые у нас костюмы. А ты рада, что началось за такой учет? Да, очень рада. Я ждала, не дождалась, пока мы не пошли в школу. Спасибо. Это аналоги. Все хорошо. Покажи, что пособирается. Ужин. Ужин. Как будто пришел. Хлеб. Как будто. Так, хлеб. Это у меня шерковод. Каша сейчас. Каша. Каша, ты ловишь с котлеткой. Покажи, покажи. Покажи. Котлетки, пожалуйста. Вот они. Вот котлетки. А кастрюль, поиск? Открой. Хорошо. Это наш генеровский хлеб. Очень мягкий на печке. Очень. На печке. Суп гороковый. Да, вот я отцовый. Суп гороковый, трогай, добавлю постоянно. Гороковый сонский хлеб. Да, это факт. Покажи, что ли? Ну, немножко расширим ваше меню. Если можно, пожалуйста, припожалуйста. Большое спасибо нашим депутатам. Нашей народной республике за то, что нас не оставляют в беде. Наших детей кормят. Доставляют нам продукты свежие. Что-то интересно, это вот гишки. У нас нету. Ну, мы, да. Но у нас разные. А татиня, вот такая рыбка маленькая. Ну, она без логов. Да, Суса, вот так заходи, прям вот так заходишь, тут лог сразу. Давай, Легиня. Ах, объектив, а то вы не потолочные, личные. Марша немножко, каши. И отличная получается логов. Ну, конечно, край нужный, потому что за зиму близ потолок упадет тут. Мы уже встали, отодвинули стуль, я отодвинули. Все спонсорское. Ну, да. Там сейчас все бедные. Ну, слои за слоями, верхний слой вообще снесло ветром. И потрескался цемент, и все остальное. Стяжки даже потрескали. По всей видимости надо было все это снимать. Снимать и стяжать. Это надо смотреть. Это специалисты только. Нет, ну, специалисты, здесь не специалисты, здесь надо смотреть по погоде. Ну, да. Если погода, что-то... С 1 октября 2014 года горловки начали осуществляться выплаты наиболее уязвимым слоям населения. Инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам с детства, а также семьям, потерявшим кормильца. Для получения пособия при себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код, а также удостоверение, подтверждающее льготу, и их ксерокопии. Жители Центрального городского района получают пособия в Центре административных услуг исполкома Никитовского района в ДК Комсомолец, Калининского района в Калининской администрации. По информации специалистов Управления труда и социальной защиты населения, средства предоставлены правительством Донецкой Народной Республики. С 1 октября на основании закона Донецкой Народной Республики 15-5 мы начали выплату пенсии за сентябрь трём категориям граждан. На сегодняшний день мы получили ведомости только по инвалидам войны 1-2 группы, инвалидам с детства и пенсии по потере кормильца. В дальнейшем обещают прислать остальные ведомости. На сегодня мы организовали работу по выплате этих пенсий. Размеры пенсии от 900 грн до 2250, это временные размеры, потом они будут пересматриваться, пересчитываться индивидами на каждому человеку. По 3 районам организованы выплаты. Центральный городский район принимает здание исполкома, Калининский район принимает здание Калининского исполкома, Никитовский район, Кабыка и Комсомолец. Организованы города выплаты. В дальнейшем, наверное, будут всё-таки отправлены по почтам, по сберкассам. Но сейчас, учитывая сегодняшнее положение, выплачиваем 7 из полкуновских работников. Сегодня в здании кинотеатра «Шахтёр» прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню Учителя. На праздники виновники торжества услышали поздравления и получили почётные грамоты. А в некоторых школах были назначены новые директора. Получив такую возможность, с тёплыми пожеланиями к учителям, обратились начальник департамента образования городского совета «Полубан» Марина Янушевна и депутат Донецкой Народной Республики Отченко Валерий Васильевич. Примите искреннее поздравление с профессиональным праздником – Днём работников образования. Сегодня этот праздник – это праздник солидарности, это праздник сплочённости, это праздник единой команды просвещенцев. В нашем городе сложилась крепкая, целостная система образования, которая является одной из лучших в области. В 123 учреждениях образования города работают более 5000 преданных своей профессии, своей работе сотрудников. Каждый из работающих в образовании понимает высокую степень ответственности за качество знаний, уровень воспитания и создание комфортных и безопасных условий пребывания в детском саду, в школе, во внешкольных учреждениях. Вы сумели организовать и поставить на высокий уровень развитие творческих способностей воспитанников, дошкольникам и школьных учреждений, развитие интеллектуального потенциала наших ребят, ребят наших школ. И как результат – это победы в Олимпиадах, международных турнирах, творческих конкурсах и, конечно же, спортивных соревнованиях. По итогам прошлого учебного года Горловка вошла в тройку лучших городов по Донецкой области. Наши педагоги в профессиональных конкурсах показали высокий уровень педагогического мастерства. Я искренне благодарю всех вас за то, что вы поверили в свой город, остались преданным в своей родной Горловке и, конечно же, педагогическому призванию. Отдельные слова благодарности хочу выразить техническому персоналу за добросовестный и самоотверженный труд. Желаю вам счастья, мирного неба, семейного благополучия, любви и уважения учеников и воспитанников, дальнейших успехов и новых творческих побед. Дорогие друзья, в этом году у нас произошли кадровые изменения в директорском корпусе. Решили уйти на заслуженный отдых наши замечательные педагоги. Я сейчас хочу их просто назвать и искренне поблагодарить наших друзей. Кружили Николай Иванович, Кристина Алла Николаевна, Панкова Татьяна Степанова, Сокчин-Каркозья Пантелеева, Суворова Надежда Викторовна, Мазур Галина Карповна, Красова Тамара Васильевна, Дубинина Валентина Васильевна, Михайловский Николай Иванович. Низкий вам поклон. Уважаемые коллеги, мы готовы принять в нашу семью новых руководителей. Директор третьей школы Калмыкова Ольга Станиславовна, Директор 23-й школы Варапаев Олег Демидович, Директор 55-й школы Невская Илья Юрьевна, Директор 10-й школы Харчиня Виктория Валерьевна, Директор 22-й школы Чуба Юлия Николаевна, Директор 21-й школы Антонова Ялосевгена И директор Центра туризма, краеведения и ученических экскурсий Кабанцова Татьяна Игоревна. Удачи вам всем! Еще раз с праздником вас! Большое спасибо, Марина Яна Шевраловна. Я от всей души поздравляю всех учителей, работников образования нашего города и желаю всего самого лучшего – здоровья, терпения, успехов. И вам действительно много терпения, потому что я сам работал преподавателем, тренером. Я знаю, что это тяжелый труд. И я хочу, чтобы наше молодое государство позаботилось о нормальной зарплате для вас, педагоги. Потому что это очень тяжелый труд. Потому что здесь, поймите, все начинаются в школе с КАВИ, что директора, что космонавты, что воины. А у нас, говорится, очень маленькая зарплата. Я понимаю. И я в первом законе, когда мы будем после войны, я обязательно подниму эту тему о повышении зарплаты. Первое, что мне было, говорится, повысить зарплату учителям, медикам и силовым структурам. Вот это будет самая главная задача, которую вообще-то я хотел сделать. А так, да, у нас трудное время. У нас война. Пока у нас в городе лучше, чем в других городах. Все, говорится, заработало, закрутилось. Началось все открываться. Не понимая все. Но большая заслуга, говорится, нашим воинам, нашему командиру, генерал-майору, без леру Игоря Николаевича. Мы, политики, тоже стараемся делать все возможное, чтобы жизнь людей улучшилась. Так же, как и подготовка к учебному году, чтобы дети не сильно чувствовали себя ущемленными. Также хочу сказать, что, говорится, мы взяли немножко, говорится, на себя, ношу питания, говорится, города, некоторых учреждений школьных, ну, как четвертый интернат в Калиновке. Потому что еще хотят, мне говорится, просить помощи и 35-е училище. Ну, мы посмотрим, как оно получится. А вообще-то, мы хотим помочь всем. Постараться помочь. Так что, не думайте, что мы просто сидим. Мы не сидим. Мы просто постоянно думаем. Так же, как и Олег Владимирович со своей командой. Он тоже в поисках, в трудах. Насколько я помню, какая-то частичная выплата была произведена. И нет еще. Ну, я думаю, это произойдет в ближайшие дни. Потому что есть эти средства в ДНРе. И я думаю, это произойдет. Вот так. Я хочу, не будем о грустном, давать праздники. Ибо сегодня день лица работников образования. Я поздравляю всех-всех вас. От души. От чистого сердца. Счастливо. Спасибо большое, Валерий Васильевич, за теплые слова, искренние пожелания. В заключении всех собравшихся ждал концерт. Для зрителей в зале выступали коллективы, сумевшие собраться в это нелегкое время. В преддверии Дня Учителя работников образования ждал еще один сюрприз. 3 октября в Горловке Донецкая Народная Республика начала выплачивать им заработную плату. Напомним, что ранее аванс получили медработники. Департамент образования получает зарплату за сентябрь. Даже, можно сказать, начали получать зарплату за сентябрь. Это первая выплата после июля месяца. Вот последняя была выплата в июле. И вот за весь этот период люди не получали деньги. И сегодня с удовольствием они получают. Меня зовут Гемченко Татьяна Трофимовна. Горловчане и Горловка хорошо знают меня по митингам, которые шли здесь с конца января, если я не ошибаюсь. И до того момента, когда Горловку не стали бомбить. Так что я Горловчан хорошо знаю, я Горловку люблю. И Горловчане знают меня. А чем вы занимались, когда Горловку начали бомбить? Когда Горловку начали бомбить... Ну, прежде чем Горловку начали бомбить, город опустел. Город опустел настолько, что вечером было жутко выходить на улицу. В окнах не горел свет. Город как будто провалился в какую-то тьму. Было такое ощущение, что город вымер. Вот как в каком-то фильме. Идешь по улицам, людей не было на улице, не было машин. Стояла мертва тишина. И город бомбили. Город бомбили очень сильно. Город бомбили страшно. Бомбили центр города, бомбили окраины. Очень много людей погибло. Чем мы занимались? Мы не уехали из города. Хотя из города уехало очень большое количество людей. И прежде всего уехали те, кто кричал, что груди станут на защиту города. Они первыми покинули город. В городе остались старушки и малозащищенные слои населения. Те, кто не смог уехать, у кого не было денег. Или по другим причинам. И несмотря на то, что город казался мертвым, в нем все равно оставалась жизнь. И люди жили, люди боролись, люди переживали. Город был без света и воды, но достаточно непродолжительное время. Я хочу высказать особую благодарность Олегу Владимировичу Губанову. Он с нами был рядом на митингах. Он всегда нас поддерживал. Удивительно мудрый человек, спокойный, умеющий дать совет вовремя. И вот он не уехал. Он остался, он с сыном. Был все время рядышком с нами. Бомбили город. Не было бензина, он ходил по городу пешком. Он был рядом с нами. Он единственный. Я не знаю, кто еще был из сотрудников исполкома. Но он единственный, кто был рядом с нами в нашем взводе. Очень много нам помогал. Когда в городе не стало света и воды, благодаря ему мы так мало сидели без света и воды. Очень быстро нам дали свет и воду. Он собирал волонтеров. Не было специалистов. Предприятия не работали. Они через интернет и через знакомых по сарафанному радио. Не знаю как. Собирали волонтеров. И люди ехали. И он вместе с ними под бомбежками, под обстрелом, градами. Они ехали, восстанавливали высоковольтные линии. И появилась в домах вода. Он был рядом с нами все это страшное время, когда земля в горловке гудела от взрывов. И делал все, что мог. В исполком приходили люди за помощью похоронить. Если бы вы знали, скольким людям он помог похоронить бесплатно. Он звонил, просил, уговаривал. Но людям помогал, никому не отказал. Никому. Потому что я была рядом, я это видела и слышала. Я ему, вот я думаю, что, вот я не знаю, вот лично от меня, лично от меня, вот низкий поклон ему за то, сколько им было сделано. И вот сейчас, когда в городе более-менее такой мирный период, очень тяжелое время, нет зарплат, нет пенсии. И сейчас им сделано очень много. Вот он достает гуманитарную помощь. Да, она не решает вопросы города, ее достаточно мало. Но это что-то. Сейчас сделаны первые шаги, люди стали получать пенсию. Это, конечно, первые шаги, это капля в море. И она не решит все проблемы города. Но это уже первые шажочки, это уже первая ласточка, говорящая о том, что потихонечку к нам возвращается мирная жизнь. Хотя городу очень тяжело жить. Очень тяжело мамам, одиночкам мамам. Очень тяжело женщинам без пособия детского. Очень тяжело. Оно будет. Я не знаю, когда. И он наверняка не знает, когда. Но оно будет. Оно обязательно будет. И я думаю, что это тот человек, который приложит все силы, чтобы город жил. Что хочу еще сказать. И еще мне особую благодарность, особую благодарность хотелось выразить своим друзьям, близким друзьям, двум депутатам от ДНР. Это Валерий Отченко и Володя Соловьев, по-моему. И Володя, Валерий и Володя. Город не был, несмотря на то, что мы были в кольце, в блокаде. Город был с хлебом. И люди, которые никогда никакого отношения не имели к хлебу, люди выпекали хлеб. Они подняли, нашли специалистов. Они учились с нуля. И город был с хлебом. Вот, несмотря на то, что... Знаете, в Ленинграде была дорога жизни. Пусть ее бомбили, и она была очень опасна. У нас в Горловке даже дороги жизни не было. Но у нас в Горловке был свет, была вода и был хлеб. Мы в исполкоме здесь раздавали... Они выделяли сколько могли. По тем временам выделяли хлеб, бесплатный хлеб. И мы выдавали людям по полу, буханки, по буханке. Выдавали людям хлеб, чтобы хоть как-то помочь. Ими открыты были и до сих пор работают столовые бесплатного питания, незащищенным исламом населения. Очень много людей вложили. Вот действительно, два человека в городе, настоящие народные депутаты. Депутаты Народной Республики ДНР. Ими многое сделано. Не просто вот пустая говорильня, а действительно практически. То, что они сделали для людей, очень много. Я же говорю, конечно, то, что все это дело... Это не решит вопросы города. Окончательно не решит. Но жизнь не стоит на месте. Все равно мы идем, пусть эти шажочки, маленькие шажочки. Но они ведут, потихонечку ведут к благополучию. Очень много людей приходят к нам сюда, весь полком, за советом. В основном благожелательные люди, благожелательные, понимающие положение. Но встречаются люди, которые приходят просто, чтобы поскандалить. У нас сегодня был один такой посетитель, который кричал таким диким голосом о том, что он бросил бюллетень и все. И он выполнил свой долг перед Горловкой. И у нас должна наступить такая счастливая жизнь сразу, по мгновению волшебной палочки. Вот меня всегда удивляет такой подход людей. Да, мы проголосовали, да, референдум прошел, и практически люди почти единогласно проголосовали за референдум. Но референдум это, опять же, не решение. Вот почему люди решили, что проголосовал, опустил бюллетень и завтра счастливая жизнь, и наши олигархи прибежали, нам все отдали, извинились, распрощались, и мы счастливо живем. Ну, смешно. Вот почему никому голову не пришло, что после того, как мы проголосовали, нужно было готовиться к такой жизни. Это что, неожиданность? Я не понимаю людей. Или они прикидываются, или не понимают. Вот, само собой, следовало ожидать, что будет война. Следовало ожидать, что нам придется бороться за то, чтобы мы жили счастливо. Ну, кто нам отдаст богатейший кусок Донбасса? Кто? Никто. И ясно, что война идет, и война будет продолжаться. Но я хочу сказать, что благодаря тому, что у нас есть такой Игорь Николаевич Безлер, и я верю, я верю в его талант, военный талант, я верю в его талант руководителя, и я знаю, я знаю, что мы обязательно добьемся, да, нам будет трудно, да, мы еще пройдем, и трудности еще не закончились, и трудности большие впереди. И я понимаю горловчан, потому что у меня самой нет денег оплатить обучение дочери. У меня болен муж, и у меня нет денег на его лечение. И я знаю, мне очень тяжело, мне так же тяжело, как и всем горловчанам. Но я знаю, что я не остановлюсь на пути. Я знаю, что рядом с нами есть народные депутаты, я знаю, что рядом с нами есть такие люди, как Олег Владимирович Губанов со своей командой. Я знаю, что у нас в Горловке есть такой человек, ну, которого мы просто боготворим, это Игорь Николаевич Безлер. И я верю, я уверена, что обязательно все будет хорошо. Иначе, нет, я не хочу говорить иначе, я уверена, что все будет хорошо. И я не остановлюсь. Мы не уехали из Горловки, ни тогда, когда ее бомбили, ни в самое трудное время. К нам приходили люди, и до сих пор приходят. Вот под бомбежками все, кто остался в Горловке, это были, трудно назвать это митингами, но они приходили, собирались пожилые люди, молодые, старички. Мы все приходили, усаживались, рассаживались, кто на стульях, кто стоял. И до сих пор приходят каждую субботу. И вот представьте, Горловку бомбят грады, Если сильно бомбят, мы прятались в исполкоме. Если не очень, мы сидели на улице, стояли, разговаривали, делились сведениями, кто что услышал по российским каналам, кто что услышал из телефонных разговоров своих знакомых. Мы делились, и мы друг в друге поддерживали веру в то, что будет все очень хорошо. Вот наши волонтеры, девчонки, из нашего движения, те, кто с нами был, начиная с митинга, вот Николай Иванович Осипов, он столько много сделал для Горловки. Он ездил по бомбоубежищам, он возил туда продукты, и все за свои деньги. Возил молоко, возил сигареты, и до сих пор этим занимается. Еще вот, ну, у нас были такие, и были, и есть такие люди, вот рядышком со мной моя подружка Ирина Биланова. Она мама Беркута, у нее сын Беркутовец, который стоял на площади, там, когда, в Киеве, на Майдане, когда избивали Беркут, она рядышком со мной, вот с самого начала, с самого-самого, и до сих пор. И до сих пор она у нас в ополчении, это добрый дух, наше ополчение, наше главное, кормилица и поилица. Это настолько честный, кристальный души человек. Вот я рядышком с ней, у меня как допинг, вот я с ней пообщаюсь, вот когда мне было очень плохо, когда у меня было тяжелое такое состояние по семейным причинам, ну, я скажу, я пережила его благодаря ей, потому что вот она была рядышком. Вот, помните, на одном из митингов я объявила на Борев женский батальон. Кто-то уехал, но те, кто остался, девочки наши стали волонтерами. Было очень много сделано во второй больнице, когда туда привозили десятки раненых людей, наши девчонки помогали, помогали в реанимации, помогали, стирали простыни, когда обмывали раненых от крови. А когда в больнице не было воды, и привозили к нам сюда в исполком, мы здесь стирали постельное белье, стирали полотенце, отвозили во вторую поликлинику. Вот, Женя, у нас в нашем движении был и есть Женя. Молоденький мальчик, он занимается у нас, работает за компьютером, он помогал, мальчишке 18 лет, он наравне со взрослыми помогал. Ника, умница, волонтер. У нас здесь были организованы, с нами занимались врачи, мы прошли такой ускоренный курс медицинских работников. Эта девочка хрупкая, девочка, она столько на своих плечах вынесла, что вот меня всегда поражают такие люди. Вот раньше, благодаря, нет, вот попав в эту страшную ситуацию, люди открываются по-другому. Тех, кого раньше я считала своими друзьями, трусливо сбежали. А тех, кого я не знала совсем, и встретились на моем пути, я встретила столько замечательных людей. Рядом со мной такие замечательные люди. Вот, вы знаете, я даже не представляю, что нам когда-то придется расстаться. Они стали моей семьей. Я даже не мыслю, что когда-то мы все разойдемся по семьям, и каждый будет в свою семью. Мы настолько сблизились, мы настолько стали родными друг к другу. Наши проблемы общими настолько стали, что вот горе сблизило нас. Горе сблизило нас и научило помогать и протягивать руку помощи. Вот, почему я не говорю о себе? Ну, потому что я была в гуще этих событий. Я во всем этом участвовала. Не могу сказать, что я не делала все это одна. Со мной рядышком всегда были мои хорошие друзья, которые наравне со мной все это делали, не досыпали ночей, помогали. Мы делились, как нам приходили, когда в самые страшные дни, когда были закрыты магазины, когда людям нечего было есть, к нам сюда приходили бабушки старенькие, к нам сюда приходили мамы. И мы делились пайками, мы делились тем, что ели сами. Мы делились крупами, хлебом делились. Мы никому не отказали в помощи. У нас очень много осталось одежды, мы помогали славянскому. Собирали, нам несли одежду, везли из магазинов, из секонд-хендовских магазинов. И эта одежда пригодилась нам сейчас. Вот то, что осталось, то, что мы не успели отправить в Славянск. Мы очень многие ходили к горлочам, особенно у тех, у кого сгорели дома, которые пострадали во время обстрела. Мы очень много помогли. Мы начали... В городе были закрыты ЗАГСы, паспортные столы. Благодаря Олегу Владимировичу мы начали выписывать здесь. Именно в исполкоме стали выдавать свидетельства о смерти, о рождении, временное удостоверение. Сейчас этим делом занимаются паспортные столы города. Ну, что я могу еще сказать? Знаете, я не могу сказать, что я когда-то пылала особой любовью горловки. Но жила и жила. Я сама крымчанка. И я всегда мечтала дольше закончить этот институт и вернуться домой. Вы знаете, я вдруг поняла, что я не хочу возвращаться в Крым. Я его очень люблю. У меня там все родственники. Я очень люблю этот городок, город, городище, где столько таких сильных, добрых, хороших людей. Я люблю этот город, где живет Игорь Николаевич Беслер и борется за него. Я люблю этот город, где я познакомилась, встретилась с Олегом Владимировичем Губановым. Я люблю своих друзей Отченко, Валерия Отченко и Володя Соловьянова. И я их очень уважаю. Я горжусь ими. Я очень благодарна своей подружке Ирочке Белановой. Меня зовут Ирина. Я нахожусь в горосполкоме со своим подразделением. Во время бомбежки, когда нас бомбили, город практически опустел. Остались самые незащищенные слои населения. Это бабушки, это пожилые люди, которые приходили к нам с верой в глазах. Мы пытались, как могли, пытались им помочь. Мы раздавали хлеб, который оставался у нас от ополчения. Мы собирали продукты, слаживали им сумочки. Они благодарили нас. Вы знаете, когда бомбили город, после бомбежки мы проехались по городу и увидели разрушение. Тогда только я поняла, как я его люблю, этот город. Это мой город. И я никогда не хочу, не хотела бы, чтобы украинская армия зашла сюда и разрушила его до конца. И люблю этих бабушек. Они мне очень дороги. Они верят в нас. Также во время боев, когда мы помогали хирургическому отделению, мы стирали постельное. Пытались найти, достать им также постельное белье, чтобы было, что перестелить больным и раненым. Здравствуйте, меня зовут Ника. Ника, скажите, пожалуйста, чем вы занимались в тяжелые для города времена, когда город подвигался массированным арт-обстрелом? Ну, в первую очередь, я бы хотела сказать, что когда я узнала, что организовывается женский батальон, я поняла, что мое место будет здесь. Потому что я хотела не просто сидеть, грубо говоря, на диване, да, и смотреть со стороны, как разрушают наш город и как страдают наши люди. Я хотела оказывать активную помощь. Я не профессиональный медик, но при женском батальоне были организованы медицинские курсы. Много женщин проходили эти курсы, я была одна из них. И когда начались бомбежки, мы были задействованы в помощи нашей больницы, второй больницы в частности. Я помню ночь, когда начались первые бомбежки, когда пострадала Мелодия и многие другие районы города, Горловки. Мы оказались в реанимации. Это было очень сложно. Это было сложно и морально, и физически. Я помню, не было воды, и нам приходилось делать очень много трудной работы, но мы знали, на что мы шли. Мы знали, что людям нужна помощь, что городу нужна помощь. Мы не бросили никого. Мы были там от начала до конца. Наши люди просто не понимали, что с ними произошло. Я помню вопросы, которые они задавали. Они не понимали, за что. Почему так? Вот почему просто находящиеся дома люди или вышедшие на улицу люди пострадали и погибли? Мы не могли ответить на эти вопросы. Мы просто делали свою работу. Это было сложно. Но мы справлялись, как могли. В общем-то так. А чем вы занимаетесь сейчас? Сейчас мы продолжаем волонтерское движение. Мы постоянно ходим в больницу. Мы спрашиваем, нужна ли помощь. Мы оставляем свои контактные номера телефонов. В частности, я была в детском отделении. Мы чем могли, помогли подгузниками, потому что этим, как оказалось, была очень большая проблема. Хотя бы что-то, но мы стараемся помогать дальше. Но сейчас, слава Богу, говорят, возвращаются старые кадры, возвращаются и медицинские работники. Поэтому в нашей помощи они не сказать, что не нуждаются, но становится все меньше и меньше. Это радует, если честно. Значит, город оживает. Будем жить. Я, Шубин Евгений Витальевич, простой житель города Горловки, который не бросил в трудный момент нашу родную Горловку. И с самого начала, когда начинались эти протестные митинги, когда начинались митинги за федерализацию еще, мы это начинали, поэтому мы должны это все достойно закончить. А чем вы занимались в тяжелые для города времена, когда были продолжительные артобстрелы города? Ну, вот и тогда, и сейчас, до самого конца я остался верным своему городу. Я не покинул его, и тогда, и сейчас мы помогаем простым жителям Горловки, и словом, и делом. Даже от того, что мы сейчас раздаем гуманитарную помощь, раздавали. От того, что даже помочь простому пенсионеру, простому инвалиду Великой Отечественной войны, участникам, даже донести сумку до подъезда. Морально, информационно я распространял в интернете информацию для людей, для того, чтобы люди верили в победу, в нашу общую победу над фашизмом. Мы с самого начала, до самого конца будем бороться за нашу победу. Для того, чтобы победить этих олигархов, которые считают себя богами, создают свои батальоны. Если мы сейчас не победим, то мы не победим никогда. Сейчас мы должны их дожать, отстоять свой выбор, который мы сделали 11 мая 2014 года, поддержав акт о государственной самостоятельности ДНР. Поэтому я считаю, что каждый человек, который 11 числа сделал свой выбор, который поддержал референдум, он должен остаться верен своему выбору, отстаивать его всеми возможными методами и средствами. Не должен покидать город, должны жить и друг друга поддерживать. Главное оставаться в любой ситуации, оставаться человеком. Не становиться зверем, который за банку тушенки готов убить такого же человека, как он. Поэтому я, как горловчанин и все наши активисты, которые с самого начала здесь не бросили. Есть такие, конечно, есть, которые испугались, которые бросили, до конца не довели свое дело, которое они начали еще с зимы. Бросили и ушли в другие города. Да, я понимаю, есть женщины с детьми, но мужчины, которые должны отстаивать свой выбор, должны быть здесь. Могут быть в военной форме, могут быть, как я, гражданским, но оказывать любую помощь своему городу всеми возможными средствами. Я, Осипов Николай Иванович, житель города Горловки. Я принимаю активное участие в нашей борьбе, которую мы сейчас ведем против хунты. Всеми усилиями с марта месяца мы боремся, проводили митинги, помогали ополченцам. Мы, мои соотечественники, мы помогали и финансово, и возили и продуктами питания. Помогали продуктами питания, возили молоко, воду. Мы на Комсомольце, ДК имени Комсомольца, это шахты Комсомолец, там было организовано бомбоубежище. Спасибо, хочется сказать, это Людмиле Сидоренко, Людмиле Аркадьевне, это заведующая ДК, которая организовала. Мы навели там порядок, провели в порядок. Люди там были довольны, помогали продуктами питания, предоставили условия. Люди варили там, говорили большое спасибо, бы, конечно, этой заведующей, вот так как было хорошее отношение, вот, к людям, и вообще персонал тоже там проносили, там мыли полы, в общем, все как положено, обеспечивали этих людей, которые присутствовали там. Вот, так что хочется сказать спасибо, это директору этого ДК «Шахты Комсомолец» за активное участие, вот, и в помощи людям, и в нашей победе. Вот, говорится, Оксана обратилась за помощью для своего ребенка, ребенку полтора года. Денег нету, лекарства нужно. Мы с Соловьяном Владимиром посоветовались и решили помочь ему. Я поездил, нашел это лекарство из всех аптек, в одной аптеке нашел, купил. И думаю, пускай ребенок лечится, потому что это, это наше будущее. Пускай будет здорово, счастливо. А Оксаня нашел, говорится, будешь считать, открыли цех, там, где она работала. Она у нас кто? Кондитер. Вкусная, сладкая профессия. Так что она послезавтра уже поступает к работе. С руководством договорился, руководство открывает свою маленькую фабрику и будет поставлять кондитерские изделия на наш город. А славные войска Игоря Безлера воюют, бьют и уничтожат врага. И победа будет за нами. Ибо наш командир не победил. Спасибо вам большое. Спасибо за работу, что вы нам помогли. Спасибо за то, что вы нам помогли и с ребенком, и с работой. За то, что теперь мы хотя бы хоть чуть-чуть уверены в завтрашнем дне. Спасибо вам большое. Спасибо вам и удачи вам. Спасибо. Спасибо. Джульетта, я нашел вам лекарства, те, которые вы попросили помочь. Студом, но нашел. Ну, я думаю, они вам помогут. Именно помогут для того, чтобы у вас слева и Джульетта. Вот. Ну, я думаю, они вам помогут. Вы меня спрашиваете, там деньги. Ну, да вы сказали, что сделаете. Я понимаю, это, буду считать, что от нас депутатов подарок вам. А можно вам прочитать? Это я же написала, хочу прочитать. Вчера стих началась война в мирное время. Порошенко издает указ, что гвардейцы вместе с Карамойским на колени поставили Донбасс. И Верховная Рада лихует, но Донбасс не сдается врагу. Тимошенко с Обамой воркует, как продрогшие птицы в стогу. ДНР все укрепляет силы, вновь пройдет сквозь ветри и дожди. Не страшны им вражеские мины, ведь на свете и так много лжи. Она распадает. Так что, Натя, выздоравливайте. Это ваши лекарства. Это те, которые все по списку купили. Спасибо вам большое. Выздоравливайте. Спасибо большое. Потому что чем можем, чем помогаем. что-то я могу сделать. очень не все. не не все. 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 Благотворительность надо сказывать, потому что это у нас восьмая столовая по городу. Частый предприниматель предоставил, чтобы готовились здесь. А продукты мы покупаем, мы покупаем. Третья группа рабочая, 57 лет. Позвоночник, я скажу, что вам да. Чем не знаю? Ваши купили? Позвоночник, я не знаю, я сам и первый человек, который узнал, а мне говорят, я не знаю. Я все знаю, а то я и депутат. Это восьмая столовая, которая у нас открылась в городе. Это частный предприниматель. Она предоставила свои помещения, свои повороты. Здесь совсем другие услуги. Она только в свою посуду. И люди этому рады. Потому что пошли, взяли и пошли домой покушать. Те, кто лежачие... Вот сейчас я... Сестра парализована, пойду... Дочка. Дочка. Дочка парализована. Здесь 59... Сколько? Да, да. 59 лет. Ну, как бы, у нас 60 лет. 60 лет. И третья группа рабочая. А так как всех не накормиваешь, я понимаю, бывают исключения. Ну, вот, бывают эти исключения. Мы эти исключения не делаем. Сейчас пойду... Как бы, дам разрешение, чтобы мне надо еще вздыхать. Давай вам.